Путин заявил, что для развития туризма на Дальнем Востоке копеечку нужно вкладывать. Вот он постоянно брает эту копеечку, понимаете. Патологически жадное существо, но другой бы сказал, там вот так и так, нужны вложения. Вот программа вложения и прочее, прочее, прочее. А это как-то вот как шпана такая с подворотни. Копеечку нужно вкладывать. Не надо копеечку, там разовьем, все мы на Дальнем Востоке Путина, его туда родственников отправим развивать, все там. Лагеря построят, они сами землянки выруют, будут там золото копать, меметь и прочее, прочее. Все они там сделают. Путин обсудит с Единой Россией итоги праймерис, подготовку к съезду и думским выборам. Вот интересно, он на полном серьезе считает, что на этот праймерис кто-то пришел, что там голосовали, что это не карусели и так далее. Вот мне всегда хотелось понять, что он реально знает о том, что происходит в России. Не то, что ему докладывают, а что он реально знает. Писков вообще разобраться с решением суда на по-российской базе. Писков, он, блядь, их разберется. Я говорю, придурок, полный совершенно. Изображает из себя сумасшедшего. Может быть, реально сошел с ума. Так бывает, когда часто придуривается человек, потом уже все. Вячеслав Апутин ведет крепостное право. Так оно уже введено фактически. То есть, если должен денег уехать, ты уже не можешь никуда. Плюс сейчас еще коронавирусные всякие ограничения. То есть, это на перемещение определенные накладывают отпечатки. Кроме всего прочего, обратите внимание, сейчас они опять хотят, ну, уже, я знаю, думают на тему введения статей за тунеядство и прочее. Это, естественно, к ГУЛАГу, к Вотрезвителю. Как им ГУЛАГ наполнить? Ну, ввести статью за тунеядство. Самый простой путь. Да, то есть, предупредили, устраивались на работу. Не устроился, все, иди в ГУЛАГ, нахер, там будешь работать. Так что, вы увидите, сейчас они такие предложения сделают, вот прямо в ближайшее время. Продолжение следует...